А помните чудо-чудное, диво-дивное книги-игры, появившиеся на заре 90-х? Я помню, как однажды солнечным днем лета 1992-го я спустился с родной горы на улице Бастионной и зашел в книжный магазин у Перекрестка, на первом этаже ладного послевоенного дома, построенного пленными немцами, прохладный, пахнущий лаком для дерева книжный, со скрипучей дверью, с высокими потолками. Одни книги были на стеллажах, другие, вероятно, самые бойкие, разложены на прилавках. Мое внимание привлекли две необычные книжечки в мягких обложках. Я взял одну. Дмитрий Брославский «Подземелье черного замка. Книга-игра». Раскрыл и увидел пронумерованные параграфы. Вчитался. В каждом параграфе были варианты развития сюжета и от них ссылки на другие параграфы в виде номеров. Короче говоря, домой я вернулся с обеими книжками. Вторая называлась «Тайна капитана Шелтона». «Я засел за игры, никогда раньше не читал ничего подобного». Вот как начинался первый параграф «Подземелье черного замка». «Вы быстро идете вперед и вскоре оказываетесь в лесу». Далее следует некоторое описание леса и сообщается, что вы достигли развилки. В конце параграфа написано «Вы пойдете по правой дороге – 86, по левой дороге – 110». Это значит, чтобы пойти по правой, надо читать дальше параграф 86, а по левой – 110. В пути встречались разные враги. С ними можно было сражаться, бросая кубики за себя и за противников. Да, для игры требовался еще листочек бумаги, куда записывались разные параметры персонажа, предметы в заплечном мешке, наконец, деньги. Сейчас такое называют ролевыми играми. Я играл в книжки Брославского в комнате, играл, сидя на балконе под шум деревьев в палисаднике и ботсаду, чей забор был на горке точно вровень с балконом. Очень скоро склеенные книжки начали распадаться от постоянного перелистывания. Я подклеивал их ПВА. В подземелье Черного замка нравились мне больше тайны капитана Шелтона. Действия в последней разворачиваются в подводном царстве, а море – не моя стихия. А в Черном замке большая часть сюжета происходит в зачарованном лесу. И вообще все как-то поживее написано. Но вот все страницы были пройдены мною вдоль и поперек. Я ждал еще третью книгу Брославского «Верная шпага короля» о приключениях мушкетеров. Но в нашем книжном она так и не появилась. Киса, хватит выть как оборотень! Засучив рукава, засучив буквально, так удобнее писать ручкой, я принялся сочинять собственные книги-игры. К сожалению, большую их часть я уничтожил в ходе большой литературной чистки в конце 90-х, о чем сейчас жалею. Сначала я написал в толстой общей тетради книгу «Лукоморье». За ней последовал тоньший волшебный лес. Это все были сказочные игры. В «Лукоморье» я сам с увлечением играл, а лес получился нудноватым. Потом я начал писать и забросил в общей тетради странного вытянутого формата книгу-игру «Склон», где невозможность в таких играх возвращаться на пройденную местность была оправдана местом действия и подачей сюжета. В игре вы садились в сани и начинали спуск по невероятно огромному склону, выбирая на какую дорогу сворачивать. Игра была навеяна, конечно же, моими долгими саночными катаниями в бот-саду. «Склон», однако, застрял, когда я взялся за нечто невиданное – многотомную книгу-игру Непхаева. Моя бабушка была родом из села Непхаева под Белгородом. Это все, что тогда я знал о Непхаево, помимо названий нескольких соседних селений. И вот я придумал и нарисовал огромную карту с несколькими десятками сел и деревень. Разбил карту на квадраты, и каждый квадрат принялся усердно рисовать уже в виде пейзажа, размещенного в параграфе книги. На частях этих картинок были номера ссылки к другим параграфам. Дороги вели дальше, двери вели внутрь домов, дома тоже имели свои картинки с обстановкой, персонажами, дверями и так далее. Таким образом, по игровому миру можно было перемещаться уже в любом направлении, не только вперед. Были и чисто текстовые параграфы, особенно для диалогов. Задачей было путешествия собирать спрятанные по разным нычкам изразцы. Они лежали в приклеенных на страницах кармашках. Затем, собрав все изразцы, можно было выложить ими в определенном порядке печку в принадлежащем игроку доме. И открывалась тайна. Я написал около полутора томов Нипхаева, и понял, что для воплощения всей моей карты местности нужно около 20 томов. Не помню, почему я оставил эту затею. То ли пороху не хватило, то ли переключился на что-то другое. В то время я уже перестал играть в книги игры. Новых продаж не было, в свои играть надоело. С тех пор, с 90-х, я ни разу не проходил книги Брославского. Иногда открывал, листал, но никогда больше не играл. Много позже я узнал, что Брославский написал еще много книг-игр. «Верная шпага короля», которую я так ждал, вышла в 93-м. В том же году был опубликован «Повелитель безбрежной пустыни». Затем, аж в 2011-м, «Лабиринт затаившейся смерти». В 2012-м «Холодное сердце Далларка». В 2013-м «Мерцание эльфийского портала». И в 2017-м «Верховный жрец Айригаля». Их можно найти на сайте questbook.ru, равно как и фанфики по произведениям Брославского. Стану ли я читать их? Нет. Я хочу оставить в памяти свое светлое впечатление 90-х годов, особенно от подземелья Черного замка. Кстати, Брославский сочинил его изначально для себя, родных и друзей. Не зря, ох, не зря те друзья уговорили отнести книгу в печать. Спасибо Брославскому за настоящие приключения на страницах, где вы сами выбирали, куда пойти, что сказать и что сделать. Страницы уже пожелтели, и я жалею о том, что никогда больше не прочитаю «Подземелье Черного замка» впервые. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!